Это все? День рождения дворца? Ну, началось. Я думаю, что за интрига? Ну, есть как бы мнение. Вы волшебник? Да. Ну, такая тайная мечта зауч. Космонавт. Да. Весь дворец, главный корпус – это любимое место. Это фойе, где гардероб и большое зеркало. Это малиновая гостиная императрицы Марии Федоровны. Наверное, самое творческое место для меня – это вот две комнаты, которые находятся на последнем этаже главного корпуса Аничького дворца за кинозалом, потому что там мы писали самые интересные, самые яркие сценарии, там рождались самые классные, с моей точки зрения, идеи про всякие интереснейшие программы. Библиотека Александра Третьего. Библиотека Александра Третьего. Читальный зал нашего дворца. Мне очень понравилось, когда я работала в архиве нашего музея, вот в этом тайном кабинете. Это балкон белоколонного зала. Мне очень близка деревянная лестница, потому что она вела многие годы меня к рабочему месту. Своим поскрипыванием, таким, сказать, неким куларностью она была замечательной. Парадная лестница. Поднимаясь по ней, ты понимаешь, что это вот та самая лестница, которая каждый день тебя, надеюсь, что поднимает на какую-то еще важную ступеньку в твоей жизни. Комната сказок. Пушкинская. Когда входишь на территорию дворца, ты понимаешь, что ты оказался в любимом месте. Я еще очень сад наш люблю, потому что, знаете, это очень радостно. Когда прогуливаешься по саду, смотришь на деревья, вспоминаешь, эти деревья были посажены по такому-то случаю такими-то сотрудниками. Это радует. Павильон Роси, в котором я и работаю, это любимое место во дворце. Сад. Дворца. И зимний сад. Я попала как раз на то место, на втором этаже, где открывается окно, вид на Невский и вид на фонтанку. И это меня сразу поразило. Класс номер 27. Экологи-биологический центр. Озеро Зеркальное. Смотровая площадка. Просто когда ты стоишь на смотровой площадке, смотришь на озеро, видишь перед собой эти два замечательные острова, и ты растворяешься в этом пространстве. Домик моряка. На крыше, точнее, домик моряка. Моя любимая мастерская, мои ненаглядные подвалы. Бассейн. Это отдел техники. Трудный вопрос. Хочется ответить столовая, но, наверное, дубовый кабинет. Для меня, наверное, все-таки это сцена. Самое мое любимое место в Тюте – это там, где он начинался. Это маленькая комнатка, которая сегодня носит, не знаю, какой номер, а тогда она называлась номер 47. Она выходила на хозяйственный двор окошком. Это, конечно, сцена, потому что с ней связана вся моя жизнь. Репетиционный класс оркестра. Класс, мой родной класс, седьмой. Это фонарик, переход из главного корпуса в, собственно, театрально-концертный. Мария Ирин Вольдовна Катунова. Мария Ирин Вольдовна Катунова. Генеральный директор. Хозяйка дворца. Мы работаем, по сути говоря, на Николаева Александра Вячеславовича. Дети. Прежде всего дети. А взрослые – мы их помощники. Главное во дворце – это творчество. Вопрос о власти вообще, на самом деле, очень интересный. Немножко провокационный вопрос. Вопрос с подвохом. Главные, на мой взгляд, все. Во всяком случае, я это чувствую, когда общаюсь и в дерзании, и с журналистами, и в отделе биологии. И где бы я ни оказался, ну и, конечно, в союзе юных петербуржцев. В общем, чудесная атмосфера и уникальная вот такая вот история, когда во дворце главный тот, кто делает свое дело. Главные люди. Педагоги – это тоже главная составляющая нашего дворца. Существует такое вот, я бы сейчас сказал, клише. Главное дворце – дети. Это правда? Правда. Но не вся. Главное дворце – взрослые педагоги. Взрослые, дети. Архитектура. А вообще-то, я думаю, что у нас, сотрудников дворца, должно быть ощущение, вот мне хочется думать, что я главный. Не в том смысле, что я дачальник, а в том смысле, что если я главный поступлю плохо, то дворец развалится. Рухнет что-то. Ну, не дворец, но что-то рухнет во дворце. И это так. Да, безусловно, есть. И я бы не мог назвать одного человека. И, наверное, главный из них – это Татьяна Николаевна Степанова, которая теперь опять работает вместе с нами в нашем отделе. Я вспоминаю Алису Борисовну Гальченко, с которой впервые встретился еще в 1968 году. С точки зрения отношения к людям – это Галина Михайловна Чернякова. Когда разговариваешь с этим человеком, все время начинаешь лихорадочно думать, правильно ли ты все делаешь, соответствуешь ли сегодня современным детям, современному времени. Поэтому, конечно, вот если с профессиональной точки зрения, это Чернякова Галина Михайловна. Ну, я во дворец пришел в клуб космонавтики. И Борисова Ирина Александровна была руководителем клуба. Я достаточное количество времени работал с ней и как школьник, и как студент, и молодым преподавателем. Я учился у нее всему. Я могу назвать Геннадия Михайловича Шагаева, который очень долгое время был нашим главным режиссером. Конечно, это Марина Георгиевна Волкова, к которой мы пришли, с которой мы очень много работали. И Лариса Петровна Первого. Матвей Григорьевич Дубровин, создатель театра юношеского творчества. Мой самый главный наставник – это, конечно, Евгения Федоровна Ткаченко. Ну, моим учителем был, безусловно, Матвей Григорьевич Дубровин. Он научил меня любви. Все коллеги помогают друг другу. Здесь нет такого «приходи, я тебя сейчас научу, скажу, как надо». Есть другой момент. У тебя есть сложности? Приходи, мы поговорим, и мы найдем решение проблемы. В Зеркальный я вернулась работать вожатым, потому что, однажды, приехав сюда ребенком, мне захотелось стать похожей на тех людей, которые были моими вожатыми. Лично для меня, я думаю, что Лидия Николаевна Николаева. Это Валерий Вадимович, то есть Серебряников. Мой наставник – это, в первую очередь, Владимир Ильич Аксельрот, у которого я занималась ребенком. Я пришла работать сюда, когда руководила сектором фортепиано Васильева Валентина Николаевна. Встретился на пути Дмитрий Аксельевич Николаев, Владимир Николаевич Бадулин позже и, конечно, Валентина Николаевна Гагина. У меня есть главный человек во дворце, которому я безумно благодарна, потому что именно этот человек виноват в том, что я здесь осталась. Это Наталья Викторовна Дементей. Для нас была такой личностью Бланкова. Я работаю с Мариной Григорьевной Якониной, и, наверное, я могу считать ее своим наставником. Это Нина Яковлевна Машарская. Это мой непосредственный начальник Алексей Валерьевич Полоскин, у которого я многому учусь, с которым мы вместе работаем сейчас. Это Артур Ремович Лянсберг, в чем он мне помог, да во всем. В общем, то, что я из себя представляю сейчас, это не в последнюю очередь, да в первую очередь его влияние. Еще, разумеется, мы всегда говорим, что педагоги-мужчины, они очень необычные и много значат. В отделе для меня это был уже не педагог, а коллега, вот это Евгений Александрович Нинбург, один из самых необычных, мне кажется, педагогов-биологов. Я считаю обязательно своим наставником Сергея Васильевича Нагавкина, Наталья Ивановна Тихомирова, Нина Петровна Слободчикова. Мой наставник, мой руководитель, Наталья Владимировна. Самыми главными своими наставниками, людьми, которые мне очень дали много в жизни, научили многому, я считаю, своих тренеров. Таджиева Ксения Аркадьевна и Савинова Татьяна Алексеевна. Исаак Сичтенбук, Григорий Самулович Усыскин, Александр Васильевич Агапов. Валерий Филипп Режуковский, Игорь Евгеньевич Гуров, ну как такие мэтры. Наставник, наставник, наставник. Да, таких людей много. Мы все учились понемногу. Думаю, что я была бы очень неразборчива. Я бы, наверное, была на распутье и обратилась бы в информационный центр за помощью. Обязательно в Петрополь. И я с самого детства интересовалась историей, наверное, еще в клуб археологов. Я бы очень захотела бы позаниматься в музыкальных коллективах нашего отдела художественного воспитания. Очень хотела бы поучиться в такой замечательной школе, как Аничков-лицей. Каждый день бы ходила в бассейн. Ну и все-таки думаю, что судьба бы меня все равно привела в клуб Петрополь. Конечно, фортепиано, потому что музыка очень рано для меня стала каким-то таким центром моего внутреннего я. Я бы пошла к Татьяне Васильевне Зинченко. Ну, как девочка я бы пришла, конечно, в хореографический коллектив, потому что меня безумно тянуло хореографию. И, конечно, петь. Ну, в любом случае, музыку. Потому что я с четырехлетнего возраста мечтала быть дирижером-хоровиком. Это было бы фортепиано. Наверное, в том же коллективе, в котором я здесь и занимался. Это духовой оркестр. Флор и дизайн. Вот сейчас бы я, наверное, побежала к экологам. Может быть, попробовал бы еще заняться языками. Ну и, может быть, набрался смелости, попробовал поступить в тюд. Хотя, конечно, меня бы не взяли. В тюд, конечно. Это розыгрыш. Космонавтам. Выбрала бы что-то связанное с авиацией, космосом. Ой, моя детская мечта – это клуб «Юнга». Я всю жизнь мечтал заниматься в мотоклубе. Наверное, шахматы. Только гимнастикой. Это были бы какие-нибудь информационные технологии. Танцами. Наверное, бы точно была в составе актива российского движения школьников. Наверное, абсолютно точно могла бы заинтересоваться медиаискусством. Машиностроительная лаборатория. Я бы, может быть, даже пошла туда. Ну, либо в дизайн-центр. Наверное, в робототехнике. Я бы, наверное, пошел бы с удовольствием в археологию. Я бы, наверное, с удовольствием посетил и записался, посещал бы занятия в клубе «Петрополь». И обязательно в бокс. Копыт Рубеныча Бабаянца. Каждый кружок, он заманчив очень. Поскольку люди работают, профессионалы высокого класса. Я бы разорвался на тысячу кусочков. Я бы пошел в библиотеку. Гордость какая-то. Человечность. Конечно, есть. Это все наши дети. Любовь к детям. Есть. Это на каком-то высоком уровне, мне кажется, что-то общее. Да. Они все немножко сумасшедшие. Я считаю, что вот этот стиль дворцовский, он очень важен для каждого приходящего сюда. Если ты не способен этот стиль воспринять, значит, тебе здесь не место. Это самопожертвование, сила воли. И несмотря на то, что дома не понимают тебя иногда, зачем ты сидишь после конца рабочего дня, неужели тебе платят сверхурочно, тебе не платят сверхурочно. Ну, не потому, что ты их не просишь или там, они не положены тебе. А просто, ну, ситуации бывают такие, что, ну, надо доделать. И пока не доделаешь, не уйдешь. Я думаю, что есть. Это, во-первых, любовь к тому месту и благодарность тому месту, в котором ты рос и растешь сегодня. Во-вторых, это, на мой взгляд, это какое-то особое восприятие красоты, потому что, на мой взгляд, дворец воспитывает своей красотой. Уверенность друг в друге. Чем больше мы отдаем, тем больше мы становимся дворцовцами. Здесь нельзя работать спустя рукава. Искра творчества, неуспокойности, желания что-то создавать, не стоять на месте, развиваться, идти вперед, удивлять. Вот мне кажется, вот это должно объединять дворцовцев. Всех дворцовцев, и лицеистов, и кружковцев, и маленьких, и больших объединяет какая-то внутренняя интеллигентность. Вот я могу почти про каждого человека сказать, да, дворцовец. Не дворцовец. Вообще, дух дворцовцев, он чувствуется. Во-первых, это преемственность очень часто. То есть ты был ребенком, а потом ты вырос во дворце и вернулся во дворец. И в этом смысле мы, те, которые не учились во дворце никогда, а пришли в него со стороны, всегда чувствуем. И первое время очень трудно заслужить доверие настоящих дворцовцев. Кто-то смотрит, ну, не дворцовец. И только со временем ты можешь приобрести вот этот статус, и тебя принимают в эту огромную семью. А как это происходит? Очень трудно предсказать. Но все новички определенно чувствуют вот этот некий барьер принятия. Это какое-то вот, не знаю, чувство общности. Мы с тобой одной крови. Присуще всем это удивительное ощущение исходит от этой счастливой. Вот во дворце работают счастливые люди. Дворец – место силы. Смысл жизни. Это моя жизнь. Это мой дом. И это мой тюд. У вас очень сложные вопросы. Зеркально для меня – это уже что-то непостижимое. Это линия жизни. Линия жизни, как кардиограмма. Она такая никогда не бывает прямой. Дай бог, чтобы она не была прямой. Она все время такая в разные стороны. Вверх и вниз. Но постоянного движения. И это радует. Колыбель. Это счастье. Для меня дворец – это место, где меня понимают, и где я могу двигаться вперед. Эту преемственность с теми, кто жил здесь и бывал во дворце, начиная с середины XVIII века. Система сложных, но в то же время очень интересных координат. Это вот такая птица, которая летит над Петербургом, которая всех завораживает. Я даже не могу сказать, что для меня дворец. Все. Ну, абсолютно. Ой, я бы разгулялась. Тебе не уверены, что дворцу нужны волшебники? Волшебство не по нашей части. А все, что нужно делать для дворца и для лицевистов, мы делаем. Построила новое красивое здание для нашего Анечка в лицее. Я бы построила бы еще один маленький бассейн для детей от рождения до трех лет. Я бы организовывала экскурсии и выезды по всему миру. Я бы купила всем хороших компьютеров, чтобы все были довольны и счастливы. Я бы взмахнула волшебной палочкой и сделала бы так, чтобы вся наша документация, во-первых, уменьшилась, ну, хотя бы раз в десять. Мне бы хотелось очень-очень многое сделать для нашего дворца, чтобы это были лучшие инструменты, чтобы это были лучшие костюмы. Ну, это, наверное, новый отдел техники с совершенно современным оборудованием, с ремонтом хорошим. Это было бы замечательно. Легким движением руки, и все, раз, и это все получилось. Я бы починил все ломающиеся фасады, потому что лицо – это очень важно. Было бы интересно попробовать сделать стеклянный тоннель, соединяющий берег озера с островами, идущий как раз по дну озера. Я бы сделал так, чтобы была вручай-комнат. Ну, как в Хогварте, вручай-комнат, чтобы была. Я бы придумал бы телепорт, потому что иногда, находясь в городе, многие хотят оказаться здесь, побывать на линейке, на здравствуй зеркальное, подойти к разбитому сердцу, к камню. А когда бываешь здесь, иногда очень хочется попасть в город. Но эта дорога занимает много времени, а телепорт выручил бы во многих ситуациях. Я бы очень много посадил деревьев, которые дают разные цвета и краски. Я бы решил ту проблему, которая пока у нас не решена до конца. Или дворца, или зеркального. Мы, конечно, отстаём сегодня в техническом отношении. В сказках, как правило, два аспекта всемогущества волшебников рассматривается. Первый вариант – это материально-техническое оснащение процесса. А во-вторых, преобразование самого человека. По какому пути бы я пошла? Я бы, наверное, пошла и по тому, и по другому. Я бы его отделил. Это государство. Интересный вопрос. Достоин быть национальным достоянием, признанным национальным достоянием России. Я, наверное, ему бы дал бы полную самостоятельность. Я бы произнёс заклинание и... Да, я захватил с собой один фрагмент одного из поздравлений дворцу. Посвящение ему. Изо, краеведы, журналисты и ещё призваний сто. И такие глуби, выси наш дворец собрал в себе, Что ведь без него немыслим город славный на Неве. Наш дворец огромный, добрый, всемогущий, словно джинн. Молодой, задорный, бодрый, с тысячей творческих пружин. Наш дворец душевен, тонок, шумен, ярок, всех мудрей. Наш дворец растит с пелёнок креативнейших детей.